Звёздный завтрак на Радио Шансон. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе. Николай, вы с нами? Да, доброе утро. Спасибо большое, что позвали. Вам спасибо, что пришли. Это второй приход. Ой, как плохо звучит, да? Третий. Нет, плохо звучит второе пришествие, а второй приход нормально. Ну, сегодня не с пустыми руками, на самом деле, Николай Вячеслав, потому что сегодня артисты принесли премьеру, новинку, которую ещё никто из слушателей Радио Шансон не слышал. Но начнём с музыкальной справки. Музыкальная справка. Вячеслав Клеменков. По знаку зодиака авантюрный и творческий стрелец. По восточному календарю упорный и целеустремлённый тигр. По календарю друидов импульсивный и впечатлительный инжир. По мнению десятков артистов шансона, настоящий крёстный отец. По мнению работников Почты России, единственный, кто умел писать настоящие весточки. Николай Рябуха. Обладатель великолепного полного лиризма, глубины и чувственности бархатного бас-баритона. Лауреат международных вокальных конкурсов, солист Международного фонда Арно Бабаджаняна, приглашённый солист Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Звёздный завтрак. Ну, во-первых, Коля, Слава, надо объяснить людям, почему вы вдвоём сегодня. Расскажите, чем связан этот тандем? А связан этот тандем с вашей радиостанцией напрямую, потому что именно от вашего главного редактора я узнал о таком артисте. А, вот так? Да, вот это, кстати, удивительная совершенно вещь. Вот, и мы сейчас не берём никакие проекты, в принципе, потому что, ну, работаем точечно со многими артистами, записываем песни, вот, но послушав материал, послушав песни Николая... Услышав, наверное, его голос, да? Да, услышав его голос, мы подумали, надо попробовать сделать. У нас нет никаких обязательств, никаких контрактов, никаких договорённостей. Мы просто, как творческие люди, встретились с Николаем, поговорили, друг друга поняли и решили сделать несколько песен. Это давно эта встреча состоялась вашей? Ну, несколько месяцев назад, вот, мы подбирали материал долго, вот, смотрели, потому что... Необычный голос, необычная концепция артиста, и нету такого сейчас у нас ни в эфире, в общем-то, ну, нигде, а в шансоне тем более. А можно сказать, что это неформатный голос? Можно сказать, что неформатный, ну, академический, но академический голос редкий в том, что он ещё и проникновенный. Очень редкое сочетание душевной составляющей и академии. Практически невозможно. Коля, ты вот когда встречался с Вячеславом, какой был запрос? Ты, собственно, в продюсер, это же, да, как бы один из основателей продюсерской компании, которая подарила шансону много хороших песен, артистов. С какими мыслями ты шёл к Вячеславу? Я хотел бы также со своей стороны сказать, что в моём репертуаре очень много разноплановых песен, но когда я услышал творчество Вячеслава Клеменкова, его тексты, его музыку, я понял, что однозначно я хотел бы поработать с таким композитором, поэтом, и какое счастье, что этот человек ещё и продюсер. Поэтому я шёл, на самом деле, с такими мыслями, что мне очень было интересно, я не знал, какую концепцию подберёт Вячеслав для моего голоса. Но я думаю, что не нам, наверное, судить с Вячеславом, как всё-таки получилось, это будет заметно только со временем и с реакцией слушателей публики. Слав, как вы подбирали бас-баритону вообще что-то в жанре шансона? Это же сложно. Очень сложно, поэтому скажу так, песню сегодня все послушают. В этой песне мы специально не раскрывали все вокальные данные артиста только потому, чтобы просто не напугать... Чтобы не шокировать. Не шокировать любителей жанра таким голосом, потому что немножко непривычно. И мы начали со скромной песни в вокальном плане, я скажу честно, сделали это сознательно. Некоторые нас сейчас осуждают, кто уже так втихаря кусочек послушал из продюсеров и музыкант. Говорят, ну что же вы такой голос, надо было раскрывать, надо было, чтобы он там во всю мощь... А я говорю, это всегда успеется. Надо же с малого начинать, надо же не пугать людей сразу. Слав, а у тебя со всеми артистами был такой подход, что надо с малого начинать? Ну, не всегда, потому что зависит именно от артиста, от человека. Много наших проектов мы начинали сразу прям взрывом. Вот, но это тоже не всегда оправдано. А потом, например, за очень мощной песней идет, например, просто хороший материал, а все ждут уже. То есть тут очень сложно предугадать, очень сложно... Продюсерские хитрости какие-то. Подожди, знаешь, Вячеслав сказал, что начинали взрывом, а я вот сегодня ехала на эфир, и я четко осознавала, что Николай Рябуха это такая бомба замедленного действия. Потому что я те эфиры, когда ты был у нас в гостях, я, к сожалению, пропустила. Но мне однажды мама, ну, мамы любят на WhatsApp, знаешь, вот эти вот картинки все, присылать видео какие-то, присылает видео твоей песни. Это была песня Магомаева, которую ты здесь в эфире пел. Там куча значков разных. Кто это? Да, откуда, что? Я вижу, Радио Шансон, нашу студию. Ты представляешь, как разошлось вообще это все по интернету, то, что с тобой происходило? Да, в ТикТоке около трех или четырех миллионов набрало просмотра. Вот когда выступление здесь в Радио Шансон, это было первое выступление. У меня их было уже два. Вот сейчас третье, получается. Бог любит троицу. Но ты сегодня что-нибудь нам... Но мы на этом не остановимся. Да, мы сделаем сегодня четвертую для ТикТока. Вообще инфопушку. Николай Рябуха и Вячеслав Клеменков у нас сегодня в гостях. Видим ваши вопросы. Присоединяйтесь. 8-909-955-1030. Вячеслав Клеменков и Николай Рябуха у нас сегодня в гостях. Слава, на тебе огромная благодарность от наших слушателей, что ты стал сотрудничать с Николаем. Потому что, как я уже сказала, Слава идет за этим парнем. На самом деле. И разговоров тоже очень-очень много. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, у тебя же в арсенале лежат какие-то песни, да, написанные, которые ты потом предлагаешь артистам. Так это происходит? Не, не так. Так, я не храню никаких. Ну, есть у меня какие-то старые песни, я их уже и не помню. Я всегда пишу под артиста новые песни, потому что, чтобы не потерять, так сказать, навыки, надо как-то встряхиваться. Вот. Много композиторов, поэтов делают по-другому. Написал там лет 40 назад огромное количество песен, и когда к нему приходит новый артист, он говорит, слушай, у меня для тебя специально есть 40 лет... И лезет в ящик в пыльный такой. И лезет в пыльный ящик. Меня это всегда так напрягает. Я, конечно, не хожу, но мне артист рассказывает, ну зачем, то есть доставать из пыльного ящика какие-то никому не нужные песни. Нет, я пишу песни, и вот эту песню, которую мы сделали с Николаем, я написал буквально там, вот после его разговора с ним. Ну, когда мы поняли, какую мы... Ведь дело в том, что неважно, не так сложно написать песню, или купить песню, или попросить, чтобы написали песню. Самое сложное в нашей работе определить концепцию музыкальную. Вот в этом вся проблема. А песню можно любую. А концепция, это имеется в виду, кем ты будешь на сцене? Да, именно так. Образ артиста, кем он будет на сцене, что, в каком направлении он будет работать, что он будет примерно петь. Конечно, не все одинаковое, но и у всех ярко выраженных звезд вашего жанра, нашего жанра шансона, есть абсолютно четко выраженное музыкальное направление. Концертный костюм Николай уже придуман? В чем он будет? Пока мы не договаривались насчет концертов, поэтому он сам там самостоятельный. Вот договоримся, тогда будем ему костюмы покупать. Куль, выходи на сцену, какой у тебя образ? Расскажи. Образ? Да. Знаете, мне вообще близко по духу советская эстрада, поэтому я не сильно отхожу от образа тех времен. Несмотря на то, что сейчас современное, конечно, искусство, оно по-своему интересно для каждого слушателя, но мне больше близко к сердцу. И мне почему-то показалось, что Вячеслава тоже, вот именно та структура песни, которая была еще в Советском Союзе. Мне кажется, что сейчас самое время возрождать то искусство, настоящее искусство, которое, к сожалению, было немножко приглушено в последнее время. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в чем сейчас я выступаю? В костюмах, в основном в классике. Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Недавно был концерт, посвященный памяти Михаила Круга. Каждый год такие концерты в Москве проходят. Если бы тебя пригласили на этот концерт, ты себя бы в нем видел бы, а там артисты пели песни Михаила Круга. Конечно. Я очень люблю творчество Михаила Круга и тоже пою его. Серьезно? Конечно. А что ты из Круга поешь? Приходите в мой дом, например. А можно кусочек? Я открою глаза, я обиды забуду. Я прощу все, что можно и все, что нельзя. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Слушайте, а я даже немножко нотки Круга услышала. А, кстати, когда он к нам пришел, он когда к нам пришел первый раз в студию, и мы начали петь песню, он запел голосом Круга. Реально, прям удивительно. Я говорю, а зачем ты поешь голосом Круга? Он говорит, ну я же пришел в продюсерскую компанию, которая занимается шансоном. Николай, ну у вас и представление вообще с темками и на картах. Ну да. Николай, а Милош Бикович в фильме «Магомаев» пел вашим голосом или еще нет? Еще нет. Перепишем. Но у нас самое главное впереди у нас премьера этого дня «Колыбельная любви». Так называется новинка в исполнении Николая Рябуха. Сегодня будем слушать эту песню после небольшой паузы. Музыкальный эксклюзив премьеры этого дня Николая Рябуха «Колыбельная любви» называется эта песня. В долгое плавание мы отправляем. Песня супер. Слушай, проникновенное очень исполнение, и многие слушатели об этом написали. Как тебе самому, Коля? Мне очень нравится. Вот у меня возникла первая ассоциация, когда я песню услышал. Вот в таком ключе, уже в готовом, что-то вот из рода Джо Досена или Холио Иглесиас. Вот что-то такое, знаете, хорошо забытое старое. Но европейское, да? Да, европейское, новое. Вот поэтому мне очень песня понравилась. Она лирическая. Мне вот, несмотря на то, что у меня самый разнообразный репертуар, в том числе и патриотические, и военные песни, но лирика мне очень близко к сердцу, мне нравятся вот и песни из цикла Вячеслава Клеменкова, песни души, песни сердца, это вот то, что мне как раз нравится. А ты же сам тоже пишешь песни, да? Да, я сам тоже пишу. Вот у тебя вот подобного рода таких романтических историй были вообще в твоей копилке? Ну, немножко в другом характере аранжировки, но что-то может быть отдаленно похожее. А что скажет, интересно, Вячеслав по поводу песен Николая? Вы как оцените? Да, мы слушали хороший материал, просто немножко в другом ключе. Если бы мы в том ключе двинулись, вполне там, но Коля может работать на концертах совершенно спокойно, они списываются, вообще никакой нету там какой-то разницы. Продолжение этой истории будет, Слава Волосе? Конечно будет, и уже мы, поверьте, если мы пойдем дальше, что во второй песне, мы уж точно авторитет. Катуйская история начинается. Раскроем голосовые возможности Николая Рябухи, это уж точно. А в дуэте Николаю в будущем может кто-то появиться из «Девушек»? Да, конечно, может, но пока об этом не думали, это все только в начале пути. Коль, тебе как вообще исполнительница нашего жанра? Кто-нибудь симпатичен? С кем бы хотел спеть? Сложный вопрос. Ну, ты знаешь о существовании, допустим, Ани Воробей, например? Или Алены Петровской, к примеру. Ну, конечно, я слышал их творчество, и более того, мне это творчество тоже нравится. Я всегда рад новым тандемам, новым продвижениям, так сказать, творчества, потому что мне кажется, что соединение, вот как сейчас принято говорит, коллаборации, да? Да, да, да. Это очень интересно в любом случае, поэтому я всегда рад. Но пока каких-то предпочтений нет, то есть не выделяешь. Пока что мы еще не думали просто об этом. Вот вы сейчас меня врасплох застали, я буду думать об этом. Ну, хорошо, к концу программы мы узнаем, с кем мечтает спеть дуэтом Николай Рябуха. Слава, расскажи, пожалуйста, как думаешь, вот, допустим, Колю, да, слушателя шансона полюбили после того, как он в эфире, тут у нас Магомаева дал так по полной практике. Вообще возможно написать что-то, что было бы очень похоже на творчество Магомаева? Мы думали об этом. Чтобы все думали, это что, какая-то песня Магомаева, что-то? Легче всего было сделать это, прям взять и под Магомаева написать песню. Но дело все вот в чем. Николай Рябуха это не Магомаев, это Николай Рябух во всей своей мощи и красе, я бы так сказал. Зачем под кого-то писать, кого-то вот продолжать, понимаете? И был бы он похожий на Магомаева, понимаете? То есть вот такое определение. И люди бы путались, где Магомаев, где Рябуха, да? Да, очень-очень-очень плохо для исполнителя, молодого начинающего, когда он на кого-то похож, кого-то начинает копировать. В песнях, в голосе и так далее. Ну зачем ему это? На концертах, когда он поет кавера, это супер. Это супер. Это приветствуется. Это приветствуется, да. Да, но он, но артист, заявленный в жанре, в любом, должен выходить со своей песней. А лучше с пятью своими песнями, а лучше с альбомом. То есть тогда у него есть свое лицо, и там почту хочешь. Хоть Жодосена на французском языке, хоть Иглесиуса на английском или исполнителе. Хоть Магомаева. Хоть Магомаева, понимаете, лучше песни. Тогда люди будут хлопать. Это надо делать всегда во втором отделении, мне кажется. Но люди будут просто в восторге, потому что они получают все. То есть многогранности. И человек отдает дань уважения периоду, роскошному советскому периоду, советской мощной песни, которую все подзабыли. А в какой момент мы можем послушать Магомаева в исполнении Николая? Просто у нас идет второе отделение, как бы, нашего звездного завтра. Без антракта работаем, надеюсь. Я знаю, что слушатели ждут. Коль, можно что-нибудь какую-нибудь популять? Пожалуйста, но сразу хочу... По куплетику нескольких песен. Обратиться к слушателям, если вдруг есть какие-то пожелания конкретные, тоже можете их сейчас прямо писать. От меня пожелание море. Я из Крыма хочу очень море. Из Крыма? Да. Понял. Так, сейчас поем. Море вернулось, Говором чаек Песней прибоя Рассвет пробудив Сердце как друга Море встречает Сердце как песня Летит из груди О море, море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми Меня В дальние дали Паруса малым Вместе с собой Аплодисменты Нет, у нас такого явно в жанре голоса однозначно таких данных нет. Коля, спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо за песню. Я тоже очень люблю эту песню. Она очень тематическая, атмосферная. Давайте, может, кто-нибудь еще спою на 20 секунд. Есть время? Конечно. Я только на тебя смотрю. Есть песня о Москве. Есть песня о Москве, раз уже мы сейчас... Давайте только при одном условии. Николай чуть подальше будет от микрофона. Я реально чуть-чуть прягу лоха. Хорошо. Не привык, Артем, слышать такой сильный голос. Песня о Москве, да, Коль? Ты никогда не бывал В нашем городе светлом Над вечерней рекой Не мечтал до зари С друзьями ты не бродил По широким проспектам Значит, ты не видал Лучший город земли Песня плывет Сердце поет Эти слова О тебе Москва И все вместе И я сейчас вижу, как вывалились динамики В некоторых автомобилях Лады Калина Просто так вот Как хорошо! Из дверей Николай Рябуха у нас сегодня в гостях И Вячеслав Клеменков Звездный завтрак Звездный завтрак У нас сегодня в гостях Вячеслав Клеменков Николай Рябуха Потрясающее исполнение Все вокальные данные Сегодня мы слышим Но не только взрослые Оставляют свои вопросы Я знаю, что у нас и даже дети Прорываются в эфир Да, дети прорываются Задают свои вопросы нашим гостям А мы сейчас к ним К этим вопросам детским тоже перейдем Детский леп Хорошие люди А в твоей каприза в чем? А я всегда капризничаю Я всегда недоволен результатом Вот поэтому капризничаю Ну а бывает такой момент Когда все-таки довольны результатом? Да, конечно Спасибо за вопрос Но это не один Есть еще Слушаем Детский леп Дядя Слава А это правда, что вы Не продаете свои песни А дарите? У меня послезавтра день рождения Мне подаете? Подарю Есть у меня песня Пашка Снегирь детская Которая На нее снят мультик Она в интернете есть Так называется Пашка Снегирь Вот прям подарю Можешь скачать и петь Да, можешь скачать и петь Там есть и минус Слава, а для кого сложнее писать? Для мужчин, для женщин, для детей Сложнее всего для детей писать Для детей? Очень сложная история А в чем там сложность? А во всем Потому что надо попасть Легко написать для красивого мужчины Для красивой женщины Там все понятно А попробуй написать для психологии ребенка Написать так, чтобы ребенок Это стал петь Стал повторять эту песню Наверное, для современного ребенка Это еще задачка в квадратике Чтобы он еще в тик-токе потом ее разместил В квадратиках Очень сложно Вот поэтому Поэтому я редко пишу для детишек Так, слушаем еще один вопрос Дядя Слава Продюсеры много зарабатывают Стоит ли мне учиться на продюсера? На продюсера, к сожалению, нельзя учиться Потому что нету курсов Есть какие-то там Какие-то люди лекции читают Но лучше их не слушать Продюсер это Состояние души Состояние души, да И вот Либо это есть Дается это Господом Богом Либо не дается Других вариантов нет Это как футбольный тренер Вся страна тренирует А тренера всего два хороших Также все продюсеры У нас все советуют Чего петь Кому петь И когда петь А продюсеров на самом деле Два с половиной Я тоже себя считаю Не очень Но вы отличаете Когда вам приносят песню Будет ли она хитом или нет Если отличаете Значит продюсер Да, именно так А вы, Слав, ты вообще Работаешь с тем материалом Который тебе приносит? Или же исключительно свой? Нет, нет, нет Я мало того Я стараюсь себя задвигать Как автор Всеми силами Потому что Нельзя Чтобы артист Пел песни одного автора Это противопоказано У меня были проблемы Когда артисты пели Целые альбомы моих песен Я считаю Сейчас я бы так никогда Понялся Это было в начале пути Мне хотелось Чтобы были амбиции Чтобы пускай поют мои песни На самом деле Это неправильно Потому что Это одно направление Одна и та же эмоция Вот где-то лучше Где-то хуже Ни в коем случае То есть артист должен петь Разные песни Хорошие песни Разных авторов А лучше Очень хорошие А лучше хиты Не может один Композитор-поэт Катать хиты С утра до ветера Дай бог Раз в пять лет Один хит удается Но у вас очень много хитов Безный завтрак Сорок лет уже прошло Пишу Слав Спасибо за то, что ответил Алине Коль Ну вот давай Очень хочется Заостриться на твоей персоне С самого начала Потому что Ну как бы мы тебя В первый раз видим Рябуха Это вообще реальная фамилия твоя? Да Это не псевдоним Это действительно моя фамилия Действительно твоя фамилия Так идем далее Прям все интересно Ты Твое сердце вакантно? Ты свободен Она реально занята У меня есть супруга Есть дочка Сколько тебе лет? Вопрос такой Мне 30 ровно А 30 Такой молоденький Много мало не знаю Помимо творчества Ты чем-то еще занимаешься? У тебя какое-то может быть свое дело есть? Может у тебя бизнес? Может работа есть другая? Вообще по образованию я программист Бухгалтер Ух ты Это сейчас востребованная такая история Айти Айти сфера? Коля 5% ипотеку даю Но к счастью Мое хобби Это моя работа То чем я занимаюсь Это есть то что я люблю То что мне нравится И программирование В компьютере сейчас Очень на руку как раз легло То что я пишу Многие аранжировки Вот для концертов Для музыкантов В том числе И для оркестров Поэтому мне Вот в таком ключе Можешь какое-нибудь приложение Спрограммировать? Приложение? Вот нет В этом не всесилен К сожалению Потому что тем более Сейчас со временем Уже прошло сколько? 7-8 лет После того как я закончил Учебное заведение И время всегда не стоит На одном месте Технический прогресс идет И я боюсь Что я сейчас Если что-то и напишу То это будет давно устаревшая программа Которая глючит И не работает А ты сам что слушаешь Коль? В машине? Или может быть дома? Какая музыка? Ну допустим До знакомства с Вячеславом Потому что сейчас я знаю Ты слушаешь только песни Вячеслава в автомобиле Сейчас только Вячеслава Клеменкова А вот до встречи с Вячеславом Клеменковым Какие песни ты слушаешь? Это уже только его песни Хороший ответ Молодец Далеко пойдешь Завтра начинаем вторую песню записывать А вы уже завтра начинаете? Поэтому и ответы такие Без таких ответов Прямо сразу начнем Слав, а есть вероятность Что когда-нибудь Николай запоет Что-то такое ритмичное? Конечно И мы хотели Мне очень хотелось И мы с Николаем Долго на эту тему разговаривали Мне очень хотелось твист Вот очень мне нравится Как он поет Магомаева Про Москву Это же твист Причем мощнейший Это был 60-е годы Там страна просто перевернулась Когда Магомаев спел Твист мы ему запишем обязательно Потому что ну это вот Ну нету сейчас этого Просто хороший Хороший такой вот твист И он прекрасно ориентируется В этой истории Как вокалист Совершенно спокойно Когда-нибудь рэп Может зачитать? Да он может конечно Коль есть? Такими данными Слушай Ну вот смотри Рэп и шансон Они же как бы Дружат Дружат И очень неплохо Хорошие коллабы получается У нас вот в эфире Даже есть там СТ и Шуфутинский По-моему да? Да-да-да Есть Стафор 63 Ну в общем там Космийский груз Это все есть Там скорее Аня Очень Очень Правильная мысль Там скорее рэпер Споет свое А Николай споет припев Мощнейший И будет классно Хорошая идея Ну это же все любят Рэперы любят А потом поменяемся Местами Нет Слушайте Рэперы любят брать Что-нибудь старенькое Ну а-ля Магомаева Как Звук затертой пластинки Где-то там играет И такая история Начитывается Серьезная Ну так вместо этого звука Это может быть Голос рябухи Ну как вариант Да Да хорошая идея Кстати Она сейчас Очень актуальна Коль тебе 30 Ну мы практически Тут как бы Провесники Ну да Ну мы ровесники Все ровесники Ани 25 Я чуть-чуть постарше 31 Я примерно понимаю На какой ты музыке вырос Что играла Ты вот сам расскажи У тебя в доме Что играло Когда ты был маленьким У меня в доме играла Кассета Где Филип Киркуров Пел Алла Борисовна Хулио Иглесиас Наверное в то же время Хулио Иглесиас Была пластинка Пластинка да На пластинке были Абба Группа Абба Вот Но в то же время Тогда еще развивалось Творчество Руки вверх Вот только появилось И развивалось Линда Я же говорю Ты себя с расческой В руках перед зеркалом Представлял Что ты будешь В будущем на сцене петь У меня не расческа А такая палочка была Знаете Качельки были Вот такие Деревянные Вот я эту палочку брал И представлял Что это микрофон Класс Скажи пожалуйста Такого рода проекты Как Три аккорда Голос Ты себя в них видишь Ты пробовался вообще Ну там народный артист По-моему тоже Какие-то были проекты В общем Телевизионные проекты Тебе интересны Ты супер Ну сейчас идет Вот когда выходит И там сколько Сто пятьсот зрителей Сидят гостей Они отслушивают Да-да-да Не помню Я считаю Басков рулит С Лазаревым Я считаю Что любой проект Это возможность Продвижения своего творчества В широкие массы Но в то же время Нужно понимать Что все-таки Большинство проектов Это шоу И они подточены И подстроены Под определенного исполнителя Но с моей точки зрения Я не буду навязывать Но давай представим Ты идешь на подобного рода Музыкальный проект И есть возможность Тебе самому Выбрать песню Что ты спеешь Вот это просто шикарный вариант Потому что Как правило Навязывают А чтобы ты спел Чтобы я спел Да Ну наверное Что-нибудь Голосовое все-таки Вот А сколько у тебя Диапазон широкий вообще Или Сколько октав Четыре октавы Четыре с половиной октавы Четыре с половиной Слав, ты когда-нибудь работал Вот с подобного рода Голосовыми данными Нет По-моему нет, да Не работали Нет Нет И вот И в этом Красота Но в этом и проблема В нашем В жанре шансон Проблема Когда такой диапазон Еще такой голос Вот как Сердечную составляющую В него вложить Вот в чем Понимаете Вот это И вот И в этом-то Вся и суть Как совместить Академическую Такую историю Я уже об этом говорил С сердечной подачей В общем сложная задача Ты пишешь перед собой Очень простая задача Очень сложная Вячеслав Клеменков И Николай Рябухов У нас сегодня в гостях Мы перейдем К вашим вопросам 8909-955-103-0 Присоединяйтесь Звездный завтрак На Радио Шансон Вячеслав Клеменков И Николай Рябухов У нас сегодня здесь В гостях Мы зачитаем пару сообщений Хотя бы от наших радиослушателей Вопросы от Марии Коль К тебе Каким ты видишь себя Через 5 лет Кстати да Интересно Куда ты идешь вообще Куда иду Знаменитым Хочется видеть Как получится Посмотрим А что для тебя знаменитым Чтобы тебя на улице узнавали Вы знаете Я считаю Что Ну вообще У меня есть мечта С детства Чтобы Песни Которые исполняли Знали И пели Самое главное Пели Во всем мире Вот такая непростая И в то же время Сложная задача Но Я очень надеюсь А для этого Ты поешь На иностранных языках Чтобы во всем мире А почему нет Конечно То есть английский Ты знаешь На английском На итальянском На французском Пожалуйста Какой ты молодец Так Евгения пишет Доброе утро Радио Шансон Николай Огромное спасибо Вячеслав Спасибо за прекрасный эфир И встречу Николай Замечательный певец И талантливый человек Синяя вечность В твоем исполнении Великолепна Благодарю вас Очень приятно Спасибо большое Мы не слышали Саня Синюю вечность А это вот Море А это А это вот такое название Артем Да Для меня она море А оказывается Синяя вечность Вячеслав Скажите Помимо таланта Какие качества Вы цените в людях С которыми сотрудничаете От Марии вопрос Ну в первую очередь Открытость Честность Порядочность В нашем деле Это первое Но это сразу же Не показывает Не Понимаешь Это только можно Со временем Это узнается лет через 10 Это долгий Шучу Шучу Человека хорошего Видно сразу С первых Мы тоже Уже люди опытные И видим Мне достаточно 5 минут Поговорить Я уже все таки Вижу Кто передо мной Скажи А какие ты вопросы Сдаешь Чтобы понять Порядочно Перед тобой Человека Да никакие Беседуем Обо всем Он с Николаем Беседовали Коль Что тебе в первые 5 минут Слава сказал Не помню А мы кофе пили Кофе обсуждали Ну что это такое Пожелайте что-нибудь Нашим радиослушателям На Недолгое прощание Я желаю Радиослушателям Этой прекрасной радиостанции Слушать ее Побольше Почаще И ночью И днем И вечером И утром И завтраки И ужин И обеды Потому что Та музыка Которая звучит здесь Друзья мои Это все Наше Это наше все Я бы так сказал То есть это Это русская культура Это русский патриотизм Это русская Душевная составляющая Больше вы Ни на одной радиостанции Это не услышите К сожалению А может к радости Спасибо вам большое Оставайтесь молодыми Сердцем и душой Спасибо Коля Спасибо Ну что Мы отправляем Еще раз На суд Слушателей Песню Колыбельной любви Которую уже Кстати можно будет Заказывать в программах По заявкам Своим милым Любимым Вам желаем Плодотворного Дальнейшего сотрудничества Ждем второй хит Где уже Коля развернется В своих голосовых данных Потом будет твист Потом будет твист Коля затанцует И в принципе Альбом практически Уже готов Вот к чему приводит Сотрудничество Двух талантливых людей Мы с вами тоже Прощаемся До завтрашнего дня А между прочим Новости хорошие есть Завтра пятница Аня Каверина Артем Демин Всем удачи Пока Звездный завтрак На радио Сотрудничество Сотрудничество